Карагандинский завод по выпуску ферросплавов назвали лучшим индустриальным проектом, а самым инновационным производством стало Акмолинское сельхозпредприятие. Именно победители ежегодной премии Алтын-Сапа озвучили сегодня в столице. Подвели также итоги конкурса ПАРЭС. Гран-при поделили представителей октябинского предприятия по пашеву спецодежды и филиала Карачаганак Петролиум Оперейшинг из Западного Казахстана. Награды победителям вручал премьер-министр Аскар Мамин. Глава государства участие в торжественной церемонии принимал в режиме видеоконференции. Хасым Жумар Тукаев поздравил призеров и отметил, что за 15 лет проведения Алтын-Сапа лауреатами президентской премии стали более 150 компаний. А участники нынешнего конкурса ПАРЭС вложили в социальные проекты и благотворительные акции порядка 20 миллиардов тенге. Созданы 7 тысяч новых рабочих мест. Очень большая гордость в этот особенный год попасть на такое мероприятие. Символично, что и мы к этому мероприятию подошли с хорошими показателями, которые очень высоко оценило государство. Больше 20 лет работаем в сегменте сельского хозяйства. Добились определенных успехов. Все, что мы выращиваем, мы 100% перерабатываем. За последние 10 лет доля обрабатывающей промышленности в экономике Казахстана достигла 13%. Об этом заявил Касамжомар Тукаев. По словам президента, в республике запустили полторы тысячи новых производств, в которые вложено более 9 триллионов тенге инвестиций. Но и в общей сложности создано свыше 220 тысяч постоянных рабочих мест. В прошлом году экспорт обрабатывающей промышленности вырос втрое и достиг почти 15,5 миллиардов долларов. Сегодня Казахстан экспортирует переработанную продукцию в 131 страну. Отечественным предприятиям важно и дальше повышать конкурентоспособность товаров и внедрять современные системы качества, резюмировал Касамжомар Тукаев. К 2025 году мы намерены запустить около 500 индустриальных проектов. Правительству предстоит уже сейчас начать подготовку квалифицированных кадров для этих производств. Сегодня государством оказываются конкретные меры поддержки работодателям. Реализуются такие инструменты помощи молодым специалистам, как обучение на рабочем месте, контракт поколений и так называемое первое рабочее место. Государством предусмотрены соответствующие субсидии. Однако их недостаточно. Правительству совместно с Атамикен следует проработать дополнительные меры стимулирования и занятости и повышения квалификации сотрудников. Другим сообщением. По меньшей мере двое человек погибли и девять пострадали в результате взрыва в торговом центре на юге Узбекистана. По данным МЧС соседней республики, ЧП произошло в городе Динау. Взрывной волной разрушилась стена двухэтажной постройки. Под пожар ликвидировали прибывшие на место огнеборцы. Позже они обнаружили под обломками здания тела еще двоих жертв. Девятерых человек доставили в городскую больницу. Причины инцидента выясняет специальная комиссия. Сильнейший за полвека для этого сезона снегопад продолжается в российской столице. По данным Московского метеобюро, за ночь в регионе уже выпало до 10% осадков. Москва оказалась в зоне теплого атмосферного фронта, пришедшего со Средиземного моря. Ожидается, что в течение дня снегопад только усилится. В мэрии призывают водители отказаться от личного транспорта в связи с ухудшением погодных условий. Видимость может снизиться до 500 метров. На дороге вышла коммунальная техника. Она работает в усиленном режиме. Во Франции начинают вакцинировать детей с 5 лет. Власти пытаются взять под контроль эпидемию в разгар пятой волны. В республике уже выявили 25 носителей штамма Omicron. И каждый день регистрируется до 50 тысяч новых заражений. Вирус активно циркулирует среди детей младшего школьного возраста. В преддверии новогодних праздников Совет безопасности принял решение о закрытии дискотек и переводе на дистанционную работу всех, для кого это возможно. Кроме того, в стране снова открывают центры вакцинации. По словам ученых, прививка от коронавируса не обязательно. Но ее рекомендуют делать детям с ослабленным иммунитетом. Их начнут вакцинировать уже с 15 числа. Кроме того, власти рекомендуют жителям ограничить посещение праздничных мероприятий. Мы четко видим, где риски заражения являются повышенными. Когда мы собираемся в компании, едим ли, пьем ли, стоя рядом друг с другом без масок, это может быть на работе по случаю праздника. Может быть дома, новогодние праздники за ужином, в большой компании друзей. Мое сообщение очень простое. До конца года мы останавливаемся, защищаемся и защищаем таким образом предстоящие праздники. В Италии для борьбы с распространением коронавируса ужесточили ограничения. Согласно новым правилам, бары и рестораны, кинотеатры и ночные клубы смогут посещать лишь вакцинированные и те, кто недавно переболел коронавирусом. Наличие базового сертификата, который можно получить на основании отрицательного теста, становится обязательным для проезда в любом общественном транспорте. Полиция начала проверять документы в автобусах и метро. Поездки без справки чреваты штрафом в размере 450 долларов. Вот в Италии один из самых высоких показателей вакцинации в мире. 80% населения получили одну или две прививки. И 15% населения уже прошли ревакцинацию. Я полностью согласна с новыми правилами. Это единственный способ выйти из этой ситуации. Я думаю, это действительно хорошо. Люди должны перестать быть против вакцинации. Мэр Нью-Йорка Билл Деблазио ввел обязательную вакцинацию от ковида для сотрудников частных компаний. Их насчитывается 184 тысячи. Глава города постановил, что до 27 декабря сотрудники должны получить как минимум одну дозу препарата. Кроме того, с этой же даты в Нью-Йорке все население старше 12 лет должно будет предъявить сертификат вакцинации для посещения фитнес-клубов, развлекательных объектов и ресторанов. У нас есть новый фактор – штамм омикрон. У нас также более холодная погода, что создаст дополнительные проблемы наряду со штаммом дельта. Кроме того, нас ждут праздники, во время которых люди будут много контактировать. Тем временем в Испании, в Малаге, рождественская вечеринка в одной из больниц завершилась непразднично. После мероприятия ковидом заболели 68 сотрудников отделения интенсивной терапии университетской региональной больницы. Остальной сотне гостей, которая присутствовала на празднике, повезло. Ну а все заболевшие, кстати, были привиты и даже прошли ревакцинацию. Поэтому у большинства из них заболевание протекает бессимптомно или в легкой форме. А вот что касается Казахстана, то здесь снижается у нас заболеваемость ковидом. За минувшие сутки положительный ПЦР-тест выявили у 545 человек. Сейчас лечения в стационарах страны получают свыше 23 тысяч. Из них в крайне тяжелом состоянии 96 пациентов подключены к аппаратам ИВЛ-57 казахстанцев. И по данным Минздрава, 10 соотечественников скончались от коронавируса и связаны с ней пневмонией по состоянию на 9 декабря. Вторые сутки пуста красная зона, в которой продолжительное время находилась Североказахстанская область. Большая часть регионов сейчас в зеленой зоне. Почти 140 тысяч казахстанцев привились первым компонентом вакцины Pfizer. Это данные Межведомственной комиссии по нераспространению COVID-19. Еще более 2000 человек получили оба компонента немецко-американского препарата. Большая часть из них подростки, далее идут беременные и кормящие женщины. На сегодняшний день всего прививки от коронавируса разных производителей в нашей стране получили более 8 миллионов. И число также привитых первым компонентом приближается к 9 миллионам казахстанцев. Коммунальщики Алматы устраняют последствия аварии на теплотрассе. Улица Рыскулова перекрыта в западном направлении. На дороге большие заторы. По словам очевидцев, вода била из-под асфальта сразу же в нескольких местах. В результате дорогу залило горячей водой и на месте порыва провалился грунт. Пострадавших, к счастью, нет. В компании сообщили, что потребители в течение получаса переподключили к теплоснабжению. На устранение аварии уйдут почти в сутки. Изношенность тепловых сетей по городу составляет порядка 62%. Это не очень мало, скажем так. Но для того, чтобы нам как-то изменить ситуацию, мы ежегодно делаем перекладку труб в среднем от 10 до 15 километров сетей. Но при этом, для того, чтобы нам как-то переломить эту ситуацию, нам нужно перекладывать не менее 40 километров ежегодно. И это будет не один год. Но при перекладке 40 километров мы парализуем весь город. Что в наших реалиях, мегаполисах, это невозможно. А вот в самых отдаленных селах на востоке Казахстана к водоснабжению начали подключать населенные пункты, где ранее не было единой централизованной системы. Новый трубопровод провели за счет бюджета по программе развития регионов со счастливыми жителями села Солоновка. К отом Карагайского района встретилась наш корреспондент Анна Лисенбердина. Кульмайра Сарсимбаева одна из первых в Солоновке завела трубу прямо в дом. Говорит, не нарадуется. Даже купили стиральную машину, благо теперь проблем с подключением нет. Бабушка признается, что только сейчас, в 80 с лишним, она начала жить с комфортом. Теперь ей не нужно постоянно бегать за водой с флягами или выпрашивать ее у соседей. С речки брали, пользовались, все равно жили и огороды садили, высаживали все. Государству спасибо за то, что у нас помогли нам в деревне, воду провели. Строительство системы водоснабжения в Солоновке началось в мае этого года. К осени подрядчики работу закончили. Для обеспечения села возведено два резервуара вместимостью по 150 кубометров. Каждый следит за ними и насосной станцией. Оператор Андрей Перков. Благо, все автоматизировано. Чтобы разбираться в современных технологиях, Андрей прошел специальное обучение. Приезжали специалисты с Алматы, нас обучили, объяснили, где что находится и как пользоваться. И что делать в случае чрезвычайной ситуации. Здесь есть защита, здесь есть генератор, который в случае отключения электроэнергии автоматически запускается. Поэтому жители без воды не останутся. Еще и по качеству она не уступает любым минеральным источникам. Гордятся сельчане. Сейчас в Вихауле жизнь налаживается. Из 182 домов вода заведена уже в 70. Остальным доступ к центральному водоснабжению обеспечит теперь весной. На следующий год запланировано и освещение, и ремонт улиц. В следующем году у нас планируется в селе Солоновка, улица Капышево, асфальт. Абая улица, асфальт. Протяженность Капышево улицы 1600. И на Абая улице 600 метров. Помимо Солоновки в этом году в Катон-Карагае получили воду жители еще нескольких сел. Среди них самые отдаленные. Аршата, Берель, Шингастай. Теперь в районе центральным водоснабжением обеспечено 90% жителей. Анна Лисенбергенович, Горя Баканов, Восточно-Казахстанская область, Хабар, 24. Скотокрад прятал похищенную лошадь прямо в гостиной собственного дома. 47-летний мужчина увел сразу троих лошадей из загона в селе Петровка Астраханского района Акмулинской области. Позже двоих животных он отпустил в степи, а одну держал в доме. Скотокрада по горячим следам задержали стражи порядка. По следу лошади к его дому привела служебно-розыскная собака. Сумма ущерба составила почти миллион тенге. В этом году в регионе зафиксировали свыше 150 фактов скотокрадства, и лишь треть из них раскрыта. По данному факту начато досудебное расследование по статье 188 прим. 1 часть 3 скотокрадства. В настоящее время проводятся все необходимые следственные действия. И устанавливается, были ли еще подельники у данного подозреваемого лица. В Штатах объявили о дипломатическом бойкоте предстоящих Олимпийских игр в Китае. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. Тем самым официальная делегация, представляющая Вашингтон, не поедет на зимнюю Олимпиаду. Решение американских властей не распространяется на спортсменов. И они могут в полной мере выступить на главных стартах четырехлетия. Псаки добавила, что Вашингтон уже уведомил союзников и партнеров за рубежом предоставить им право самим решать, как поступить в отношении предстоящих игр. С призывами бойкотировать Пекинскую Олимпиаду ранее выступали политики из Австралии, Канады, Норвегии. В Международном Олимпийском комитете заявили, что это личное решение каждого правительства, которое мог в силу своего политического нейтралитета, полностью уважает. В свою очередь в посольстве КНР в США заявили, что американских дипломатов и чиновников на Олимпиаду в Пекин никто не приглашал, и отсутствие официальной делегации никак не повлияет на успешное проведение игр. Администрация Байдена не будет отправлять ни дипломатических представителей, ни других официальных лиц на Олимпийские и Паралимпийские игры в Пекине, учитывая продолжающийся геноцид Китая и другие нарушения прав человека. Но команда США и спортсмены получат нашу полную поддержку. В Грузии растет инфляция. Это одна из главных проблем, спровоцированных пандемией. В стране, зависящей от импорта, дорожают бензин, коммунальные услуги и продукты питания. Что ждет страну дальше? Прогнозы экономистов записала Юлия Тужилкина. Пандемия убивает всю иммунную систему экономики Грузии. Инфляция тут побила десятилетний антирекорд и составила 12,5% годовых. И как следствие взлетели цены на товары и услуги. Астрономически за год взлетели цены буквально на все. От топлива до обслуживания. Наиболее болезненно сказывается стоимость продовольственных товаров. Цена на растительное масло повысилась почти на 28%, овощи на 26%, хлеб на 20%, молоко и яйца на 18%. Неутешительны для населения. Прежними остались при этом зарплаты. Цены очень повысились, конечно. Естественно, наши зарплаты, у меня, например, 500 лар зарплата. Естественно, от зарплаты до зарплаты дотягиваем с горем пополам, потому что где-то 200 лар отдаешь за коммунальные услуги. Но на 300 лар попробовать проживить цены очень повысились везде. Абсолютно все подорожало. Например, то, что раньше можно было купить на 30 лари, теперь покупаешь чуть ли не за 100 лари. Экономисты выделяют три основные причины такой инфляции и роста цен в стране. Первая – создавшаяся из-за пандемии нестабильная ситуация на внешних рынках, приостановленное производство и перебои с поставкой грузов. Вторая – неурожай. И, как следствие, повышение мировых цен на продукты питания на 33%. Еще одна причина – стимулирование экономики во время пандемии и поддержка населения разными формами – от отсрочки платежей по кредитам до социальных выплат. Все вместе это повлияло на объемы казны. Однако это положение поправимо в случае стабилизации мировой экономики, отмечают аналитики. Я думаю, что где-то может подняться к 13% годовая инфляция. Но, опять же, с первого квартала следующего года мы увидим некоторые тенденции на снижение. То есть есть риск того, что цены еще останутся, двухзначные цифры еще останутся, но средний показатель должен быть где-то в районе 6% в следующем году. Решить проблемы с инфляцией и ростом цен локальной быстро не получится. Грузия зависит от импорта. Национальный банк страны при этом прогнозирует, что к концу 2023 года страна вернется к целевому 3% годовому показателю инфляции. Способствовать этому должно ужесточение монетарной политики, поддержка экспорта и улучшение положения мировой экономики. Надеются в правительстве. И еще о том, что в мире. В Индии намерены построить 9 атомных реакторов для АЭС. Сдача проекта запланирована на конец 2024 года. Если раньше станции возводили на юге страны, то сейчас площадками для новых объектов станут уже северные районы. Намерения у официального Нью-Дели более чем амбициозны. Власти настроены не только развивать атомную энергетику, но и создать единую систему ее производства. Подробнее в материале Александра Калюжного. Настоящим новатором и пионером атомной энергетики величают Индию в местной прессе. В зачет государства ставится первая среди развивающихся стран применение Индии атомной энергетики в мирных целях. На сегодня в стране работают 23 реактора. Однако уже через два года Нью-Дели, надеется, установит еще 9. Подрядчиками при строительстве выступят Франция и Россия. Амбициозный проект, по данным Министерства энергетики, вызван стремительным ростом населения, что влечет за собой и спрос на электроэнергию. В министерстве отметили, что атом в ближайшие годы станет в регионе одним из наиболее важных источников электроэнергии. Пока же основными ресурсами здесь остаются уголь и газ. Индия многие годы страдала от дефицита фассильного топлива. И это при том, что в наших недрах достаточно углеводородов. А мы вынуждены просить импорт по всему миру. В проект на первом этапе будет вложено 800 миллионов долларов инвестиций. Однако мы не исключаем, что сумма может быть увеличена. Запуская новые реакторы, мы сможем реализовать национальный общеиндийский проект по выработке электроэнергии. Национальный общеиндийский проект подразумевает громкое заявление о себе на мировой атомной арене. Уже сейчас в Министерстве энергетики усилили работу по экспортным направлениям. Среди возможных клиентов будущих атомных реакторов могут быть страны ближнего окружения Индии. Ведутся переговоры с Турцией. Между тем, негосударственные организации критикуют такое решение. При наличии уже работающих атомных установок атом дает самой Индии лишь 3% электроэнергии, когда основные силы реактора входят на экспорт. Спорт делят факты. На сегодня более 70% жителей многомиллионной Индии не имеют доступа к теплу, свету и электричеству. Для властей новые реакторы – очень удачная сделка. Помимо экспорта, Индия заработает плюсы перед Европой и сможет получить новые гранты. А именно, запуск реакторов так или иначе поможет заявить о выполнении Нью-Дели – парижских климатических обязательств. Наши угольные шахты сильно загрязняют окружающую среду, о развитии АЭС покажет, что Индия – за чистую энергетику. Однако, если смотреть шире, это может быть и первый шаг многолетней программе по реформации Индии. Запуск 9 новых реакторов запланирован на конец 2024 года. Сама же ядерная программа Нью-Дели намечена до 2030-го. За это время здесь надеются укрепить заложенные фундаменты, а также расширить территории станций. В разных частях страны уже определяются пять площадок для строительства новых ядерных объектов. Александр Калюжный, Дмитрий Лукша, Ейустат Рахман, Хабар-24, Индия. Главный город Казахстана стал первым центрально-азиатским партнером французской столицы. В Париже подписали пакт о сотрудничестве между мэрией и Акиматом двух городов. Закрепленные договором отношения касаются практически всех сфер городской жизни. Это инвестиции, развитие новых технологий, бизнес, торговля, климат, туризм и культура. Парижская администрация обещает тесно сотрудничать и обмениваться опытом. Делегация из Нур-Султана в ходе официального визита встретилась с французскими бизнесменами и провела переговоры по культурному обмену. Власти казахстанской столицы обещают, что уже в будущем году жители Нур-Султана смогут увидеть шедевры из городских музеев Парижа. После подписания пакта о сотрудничестве руководство городов планирует реализовать и другие совместные проекты. Мы на самом деле хотим обогатить, подпитать и создать культурные связи между Парижем и Нур-Султаном. Этот визит является знаковым для такого сотрудничества. И от имени мэра Парижа я хочу сказать, что мы на самом деле гордимся и радуемся этому соглашению с городом Нур-Султаном. У каждого города, у каждой страны есть свой опыт, уникальный опыт, есть своя история, есть свои традиции, есть свое видение. Поэтому Париж же имеет глубокую историю. Но мир, как говорится, не стоит на одном месте. Вот такие встречи обогащают нас взаимно. Мы видим опыт наших коллег и делимся своим опытом. К этому часу пока все новости. Благодарю вас за внимание. До скорой встречи. Редактор субтитров А.Семкин